Путилин Иван Дмитриевич Путилин Иван Дмитриевич, который пришел к нам, уже послужив военным, к военным особое всегда было отношение, вспомним классика, да, кричали женщины ура при виде военных и воздух чепчики бросали, должен сказать, что к полиции всегда очень осторожно относились, если не сказать то, что отрицательно. А он сказал, я докажу, что не место красит человек, а человек место. И прослужил 40 лет в полиции, причем начал с мгновенного колоточного надзирателя и вот дослужился до гения русского сыска, как его называют. То есть вот он сыск возвел до вершин, наверное, оперативного искусства и в то же время сыск сделал его легендой. Человек был очень сильный. Надо сказать, что когда он вел допрос, он никогда не применял физической силы, он был противником этой физической силы. Сам всегда ходил без оружия, правда, кастет был, без, так скажем, огнестрельного оружия, но с кастетом. И вот когда он ввел допрос, так как-то умно, вопрос ввел с подозреваемость глазу на глаз. Он, как бы мы сейчас сказали, обладал искусством психологического, что ли, анализа. Вот он так подходил к допрашиванию, он так расставлял вопросы, что человек, как бы зверь на добычу, невольно голодный зверь попадал в эту клетку. Ну, то есть как бы обижаться было не на кого. И вот уже показатель того, как человек относился к людям, хотя бы тот, что те люди, которых он потом за их злодеяния сажал в тюрьму, они отсидев, отбыв свой срок, считали своим просто долгом прийти к Ивану Дмитриевичу и засвидетельствовать свое почтение. Субтитры создавал DimaTorzok